Всем привет, друзья! Вы в гараже на окраине, и я счастливый обладатель этого китайского чуда мотоцикла Lefant KPR200. Сейчас я хочу вам рассказать, что я с ним делал, ну как бы, как он себя вел эти 3000 километров, которые я на нем в прошлом году отъездил. На самом деле, я на нем отъездил ровно 2000 километров, потому что брал я его с пробегом 1100, сейчас у него на приборке 3100. Итак, что я с ним делал? Во-первых, за зиму я уже забыл, как с него слазить, потому что чаще слажу с другого мотоцикла своего, ну в общем-то такое дело. Что я с ним делал за все это время? На самом деле, только обслуживал. Менял масло. Первый хозяин менял масло, ну как по его словам часто, это через 300 километров, 600 и 1000. А я менял масло уже на нем два раза, где-то 1300-1500 и где-то 2500 километров. То есть тоже стараюсь менять почаще, раз в 1000, ну по крайней мере особенно первые 2500 километров это важно, пока мотоцикл на обкатке. Вот, что дальше? По двигателю нареканий нету, посторонних шумов нету. Единственный момент, это чуть-чуть начало на некоторых оборотах резонировать выхлопная труба, скорее всего, вот в том месте, где она прикручена. Может быть прокладочка уже износилась. В общем, это то, на что стоит обратить внимание весной при его обслуживании перед сезоном. Ну а сейчас таки поговорим про то, что я делал уже. Смазывал и подтягивал цепь пару раз. Смазывал я ее, ну как бы каждые 500-700 километров старался, но один раз я долго не смазывал километров 700-1000. И после дождя, один раз проехался после дождя, конечно, она засырается часто, особенно учитывая вот эти дороги, которые у нас здесь есть. Вот, поэтому, и вот в тот момент она начала сильно изнашиваться, она на самом деле начала даже растягиваться. У нее появилось вот это вот неравномерное растяжение, то есть ты вроде выставил ее, померил, ага, все нормально. Проехался чуть-чуть, ага, нормально. Потом только чуть-чуть кнулся вперед, меряешь, уже блин, уже там сантиметра 3-4 она провисает. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, просто на следующий сезон поменяю эту цепь, поставлю какую-то нормальную дидовскую. Конечно же. Что еще, что еще? А, еще я частенько, ну, уже раза три подтягивал тросик сцепления. Или дело в том, что он растягивается, или, может быть, я вот в этом месте плохо его, плохо зажал гаечки, но, 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 я все-таки пеняю на этот тросик сцепления, что он таки растягивается. И что я еще, что еще, что еще? Походу, это все, что я с ним делал. Теперь, что планирую делать? Это первое. Перед началом сезона первым делом, конечно же, подтянуть, вот это вот, посмотреть, в общем, что там у него с выхлопной на входе в цилиндр, потому что резонирует. Вот. Потом, что я еще планирую? Я еще ни разу не лазил в систему охлаждения, поэтому перед сезоном обязательно туда полезу. Ну, так как вентилятор включается нормально при, ну, частенько в пробке, при нормальной температуре, по идее положенной, то из этого я судил, что все нормально и действительно лезть туда лишний раз не хотелось. Но перед сезоном обязательно поменяю жидкость, обязательно поменяю масло. Вот. Ну, походу и все. Буду ли я его консервировать? Наверное, нет, потому что все-таки я там частенько прихожу в гараж. У меня там более-менее стабильная погода, около нуля градусов. И, в принципе, там раз в месяц я его просто завожу. Может, вот так вот сейчас проедусь туда-назад, чтобы аккумулятор немножко подзарядился, набрал силы и энергии. Но, так все. По идее, консервировать не буду. Единственное, что еще там побрызгаю все вот эти вот металлические моменты крепления, вот эти все, вилочку, все эти винтики-шпунтики. Побрызгаю ВД-шечкой. Не ВД-шечкой, а силиконовой смазкой, чтобы он лучше сохранился зимой в гараже. Вот. Ну, на самом деле, до сих пор он у меня там стоит в углу и чувствует себя прекрасно. Я частенько к нему прихожу, сдуваю пыль и смотрю, нет ли там каких-то следов влаги или ржавчины. На самом деле, их нет. Там все сухенько, чистенько. Вот, пожалуй, все, что хотелось вам рассказать. Как вывод, я бы сказал, что мотоцикл этот я брал ездить по городу на работу каждый день. И на самом деле он себя показал в этом плане с очень хорошей стороны. Узенький, там хорошо проезжает в эти все проблемные места в пробке. Едет при старте, выходит первым со светофора, едет там свою 100 км в час, когда надо, когда не надо, меньше. Как бы все. Что еще надо от мотоцикла на каждый день. Вот. Так что... Вот так вот. Это все. Себя он полностью оправдал. Все, ребятки. Если у вас есть такой же мотоцикл, давайте в комментариях оставляйте свои отзывы. Давайте дружить, списываться. Может, как-то выедем, сделаем фан-клуб Лифана ХПРК, если еще у кого-то есть такой мотоцикл. Так что все. Всем пока. До новых встреч. Круто, все. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Дальше, Лифан завожу. Давайте на низе походку. Тем более, здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. Поехали. Дальше. Дальше.